Книга евреям, 9 глава с 13 стиха. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телится через окропление, свящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мы паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Аминь. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы очень рады, что мы находимся в Доме Божьем и не в другом месте. Я когда вижу, особенно молодежь, хор и многие сердца, многих друзей, я говорю, слава Господу. Но мы очень рады, что мы находимся в Доме Божьем, что посреди нас наш Господь. Аллилуйя Ему. Аминь. И сегодня я хотел бы пройти снова в Слове Божьем вместе с вами и увидеть, что кровь Иисуса Христа, она не потеряла силу. И мы очень рады, что тот, который умер на кресте Голговском 2000 лет назад, кровь его имеет силу и сегодня очистить каждого грешника. Пусть Бог благословит нас и да поможет нам. Библия говорит в 11 стихе, «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершенной скиною, нерукотворенной, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Мы знаем, что в Ветхом Завете для того, чтобы прощены были грехи, люди приносили жертвы животных. И Библия говорит нам сегодня, что эти жертвы, которые были тогда, не могли очистить человека. И вот идет Иисус Христос, Сын Божий. На протяжении Библии мы находим, Бог говорит всегда, «Я ищу человека, я ищу человека, поставить его в проломе, но не нашел Бог». И Бог посылает Сына Своего, потому что в Иоанна 3,16 написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Мы рады сегодня, братья и сестры, что Иисус Христос жив, аллилуйя Ему. В Откровении 1 глава, Он говорит с Иоанном, Иоанн Библия говорит, «Когда увидели Его, упал, как мертвый». Но Иисус Христос положил руку свою на Него и говорит, «Я был мертв, но воскрес, и все живы во веки вечные». И мы рады, что Он стоит, одеснуя Отца. И Библия говорит нам, Он не пришел с кровью козлов и тельцов, Он пришел как первосвященник, Он взял благо Божие и принес нам на этой земле. И Библия говорит, Он пришел со Своею кровью. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телится через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то колми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непороченного Богу. Аминь. Есть многие люди, которые думают, что кровь Иисуса Христа не имеет силы. Дорогие братья и сестры, если мы верим в жертву Иисуса Христа, но Он возгласил однажды в Иоанна 14,6, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евреям 10 глава написаны такие слова с 18 стиха. «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Итак, братья, имея дерзновение, входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. И Библия говорит, нам открыта дорога к Богу через кровь Иисуса Христа, и мы можем войти к Богу на небеса посредством крови Его путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завицу, то есть через плоть Свою. И имея великого священника над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, говорит Слово Божие. Дорогие друзья, это нужно принимать верою. Библия говорит Слово Божие, если мы принимаем Иисуса Христа в нашем сердце, и имеем жизнь вечную. Иоанн пишет, говорит, имеющий сына имеет жизнь вечную, не имеющий сына не имеет жизни вечной. И первое послание Петра, первая глава с 18 стиха, первое послание Петра, первая глава с 18 стиха, говорит нам Слово Божие такие слова. Иоанн, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акца, говорит нам Слово Божие. За наше искупление не деньги были заплочены, за наше искупление была кровь Иисуса Христа. Иоанн, когда увидел его, говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира сего. Первое послание Иоанна, первая глава, седьмой стих, говорит нам такие слова. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вы слышали, что говорит Слово Божие? И кровь Иисуса Христа очищает нам нас от всякого греха. Я хотел вас спросить, когда последний раз я пришел к этому источнику? Пусть Бог благословит нас. Откровение Иоанна, первая глава, с пятого стиха. От Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов нашей кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу, и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Иисус посылает одно послание через Иоанна к нам, к церкви, сегодня в этом веке, в котором мы живем. И Библия говорит, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов нашей кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Пятая глава с девятого стиха. Что делается на небе? И поют новую песнь, говоря, Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью Своею, и скупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Аминь. Дорогие друзья, нет другой цены, и нет другого средства в этом мире, чтобы очистить душу нашу. Об этом говорит Слово Божие. Откровение, 7 глава, 13 стиха. И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сие облеченные в белые одежды кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью огца». Вы слышите, дорогие друзья, есть много средств для помытия одежды, но Библия говорит, что для того, чтобы одежда души нашей была чиста, нам нужна кровь Иисуса Христа. И старец неба спрашивает, «Иоанн, откуда эти одетые белые идут?» Он говорит, «Не, я не знаю». Он говорит, «А идут из великой скорби». Почему? Они идут, и куда они идут? Они идут к Богу, потому что омыли свои одежды в кровь огца. Слава нашему Господу!» И Библия говорит, в 15 стихе, «За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему и день и ночь в храме Его». Почему? Потому что они омыли одежды свои в крови Иисуса Христа, поэтому они могут быть на небеса. Дорогие друзья, не пройти через жертву Господа Иисуса Христа не можешь иметь прощения. Иисус говорит, «Я есть путь истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня, говорит Слово Божие». Откровение 22 глава 14 стих говорит такие слова. «Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Переведусь с молдавского перевода, говорит, «Блажены те, которые омывают одежды свои, чтобы они могли войти к Богу воротами». Хотел вас спросить, когда последний раз мы пришли к этому источнику. А если ни один раз не пришли, Бог говорит в Слове Своем, что Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться, ибо Он приготовил день. Имеет ли кровь Иисуса Христа силу сегодня? Дорогие братья и сестры, аллилуйя, что имеет. Я вам хочу сказать, я рассказал свидетельства. Я люблю говорить о ней везде, потому что Бог, которым мы служим, есть единый, вечный и живой Бог. И Он может сегодня действовать и спасать души, и Он спасает и делает это. Я родился в семье, где воспитывалось 14 детей. Моего отца звали Николай, его кличка была безумной. Все люди его боялись. Был высокий и здоровый человек. Он никого не боялся. Если имел проблемы с кем-то, он выходил топором и вело, и говорил с людьми у ворот. Если он мог справиться, справлялся с двумя людьми. Он был спортсменом, летчиком, охотником, рыболовом, и все, что вы хотите. Он, мать, зарезал пять раз ножом, и сожег огнем, и в 46 лет мать умерла, и мы остались 14 детей. Как я ношу телефон мобильный в кармане, так он нес нож в каждый день. Мать 16 лет была бита. Каждый день у нее синяки были на глаза и никогда не проходили. Она умерла в 46 лет. Я первые семьи, которые приняли Иисуса Христа как личного спасителя. Я взял Библию, пошел домой, говорю, отец, я покаялся, я принял Иисуса Христа, я хочу тебе подарить Библию. Он взял Библию и выбросил, сказал, бактист несчастный, ты поменял веру нашу. Я 7 лет молился о моем отце, и он вышел на пенсию, и думает, будет отдыхать ко все люди на пенсии, но не тут-то было. Он заболел водянкой. И два года болел водянкой. Я имею брата, который имеет 2 метра высота, полтора ширина. Он в специальной полиции в Кишиневе. Я должен был принять крещение. Он говорит, Юра, придешь ко мне. Я пошел к нему, он говорит, если пойдешь принять крещение, приду, все вас поубиваю там. В 93-м году я принял крещение, так мы с церкви до озера шли, одеты в белом. Я шел первые ряда, чтобы меня брат не поймал. Заходил в воду, как-то попалось, что я в последний ряд зашел в воду. Так я не шел к пресвитеру, а я бежал к нему, думаю, приму уже крещение, а там будет, что будет. Но Бог наш великий, Бог, аллилуйя нашему Господу. И брат мой, который говорил, что я приду всех поубиваю, был на войне в 92-м году в Приднестровье. И взорвался снаряд возле танка, где он был, и выбросили его как щепку. Его взяли и отнесли в госпиталь в Румынии, в реанимацию. Там в реанимации он умер. И поставили его на каталог и отвезли в моргу. Для тех, которые не знают, в морге не делают вскрытие с четырех после обеда до утра. Его отвезли и ждали утра. И в пять часов утра Бог его пробуждает в морге. И он проснулся на этой каталке, которую несут мертвецов. Он проснулся, смотрит влево, мертвец, справа мертвец, стучит в дверь, никто не открывает. Но до того момента, до как случилось это, он мне рассказывал, Юра, я был в аду. Я видел бесов, которые мучили меня, видел, что есть другое место прекрасное, где люди были, но я не мог там попасть. Я хотел быть там, но не мог. Пока одна рука не протянулась, вытащила его, и Бог вернул ему душу, и он сделал вздох. И когда сделал вздох, пришло вонь в морге. И когда проснулся, в моргу увидел мертвецов вокруг. Если бы я там проснулся, наверное, убил бы сразу обратно. Но стучал в дверь, и никто не открывал. Пока не услышал зов в своей голове. Его поставили на каталку и вытаскивали из морги. И когда вытаскивали, одна женщина плакала у двери и говорит, сынок, сынок, еще ни одного человека, который привели сюда, не вывели отсюда живого. Дорогие друзья, молодые, взрослые, все, которые мы приходим на служение, а о нас Иисус плачет. Такое прекрасное богослужение. Мы не имеем хора в церкви, но я очень рад за хор, за все, которые здесь. Иисус был своими учениками. Вот на одном празднике он входит в Иерусалим. И все кричат, аллилуйя, слава Господу, Асана, царь грядущий во имя Господне. А он повернулся и начал плакать. Он плакал от тех людей, которые там. И вы знаете, что он им говорил? Вам остался один день и один час жизни. Вас сотрудники сделают вместе с землею. Детей ваших и всех. Я не знаю, сколько вам осталось жить на этой земле, братья и сестры. Но я прошел бы тех, которые еще не примилились к Господу, сегодня бежать к Нему. У меня была сестра, которой ей было 15 лет. И она была всего один раз в церкви. И мы стояли с ней на балконе. Там и пастор говорит, люди добрые, кто имеет желание, принят Иисуса Христа. Выйдите сюда и покайтесь. Я говорю, ты не хочешь выйти? Она говорит, нет. И пошла домой, пошла искупаться и утонула. И больше никогда не могла сказать Господу, да. На одном богослужении пришла моя сестра со своей свекрукой в церкви. Я говорю, люди добрые, кто имеет желание, прийти к Господу, придите сегодня. Она говорит, мама, ты не хочешь выйти туда вперед? Она говорит, нет. И через месяц умирает на руках моей сестры. Даже слова не могла сказать. Господи, прости меня. Дорогие друзья, у нас праздник сегодня. Но для завтра, для некоторых, не будет ни один праздник. Потому что в один час на земле умирает 35 тысяч человек в один час. У нас в богослужении 2 часа 70 тысяч ушло с этой земли. Подумайте об этом, если в следующий час. Потому что Давид говорит, Господи, я еще не родился, а в книге Твоей записаны дни моей жизни. Да благословит вас Господь. Пусть Бог помилует. Я должен был выйти на одну евангелизацию на одну неделю из дома. То есть тогда не было столько мобильных телефонов. И только перешагнуть порог дома, звонит телефон. Я поднимаю трубку сестра, звонит, говорит, Юра, пожалуйста, иди домой. Отец наш умирает. Может быть, покается. Я 7 лет молился о нем. Я говорю, Господи, он в церковь не ходит. Она в селе нету церкви. Библию не читает. Но я прошу тебя хоть при смерти дай ему покаяние, как разбойнику на кресте. Я иду домой через неделю. Он не умирает. Прошла евангелизация. Иду домой. Ставлю руку на ручку двери. Открываю дверь. Он лежит в постели. Уже рвет кровь. Он посмотрел мне в глаза, поднял глаза. И первый раз в своей жизни начал вызывать. Господи, прости меня, грешника, Господи. У него лицо не менялось. Я подошел к нему. Он взял меня за руку и сказал, Юра, дорогие мои, простите меня. И умер. В тот момент я говорю, Господи, я прошу тебя, дай ему новое лицо, когда он умрет. Через ночь он умер. Я уехал на юг, вернулся обратно, потому что я жил на юге. Вернулся обратно, потому что он умер. И когда посмотрел, он умер с улыбкой на лице. И мои братья спрашивали меня, потому что у нас 9 братьев и 5 сестер. Спрашивали, почему наш отец умер счастливым? Я говорю, хочу вам сказать, что он покаялся. Он принял Иисуса Христа как личного спасителя. Дорогие друзья, может быть у вас есть родные, близкие, которые вы уже машете рукой, и говорит, с этого человека ничего не выйдет. Я тоже так думал, ну что не вышло, у меня выходит у Бога. Аллилуйя ему. И когда ты молишь о ком-то, Бог не оставляет ни одной молитвы, что прошло мимо. Да помилует нас Господь. Сегодня тот, который говорил, приду всех поубиваю, поет со мной из сборника. Пришел в церковь и венчался вместе с женою после нескольких лет жизни. Жена его приняла крещение. Хочу вам сказать, он воскрес из мертвых. Но он еще не пришел к Господу. Воскресение из мертвых – это не самое большое чудо. Изгнание бесов – это не самое большое чудо. Дорогие друзья, спасение души – это самое большое чудо. Пусть Бог благословит нас и да помилует нас. За мной покаялась моя сестра, за ней другая сестра, ее муж, ее дочка. И у меня есть младший брат. И он звонит мне один раз и говорит, Юра, у меня есть проблемы. Я говорю, я хочу подарить тебе Библию. Братья и сестры, если вы не можете говорить Слово Божие, как проповедники, вы не бойтесь. Если вы имеете эту книгу, дарите ее людям. Слово Божие, оно живо и действенно. Я дал ему Библию, через время я говорю, ты читаешь Библию? И он говорит, я читаю, но со страхом. Пришел домой, у нас в Молдавии, он жил в Италии. И покаялся, принял Иисуса Христа. И уезжает обратно в Италию. И говорит, с предпоследним братом, слушай, я счастлив, я покаялся, принял Иисуса Христа. Поехали смотрит, какое счастье, что с тобою? Звонит мне предпоследний брат, говорит, Юра, как у тебя дела? Я говорю, хорошо, у тебя как-нибудь плохо. У меня пять операций на колено. Я говорю, слушай, есть вещи, которые только Бог может решить. Преклони здоровое колено и попроси у Бога силы, помощи. А он говорит, оставь меня с твоим Богом и ложи трубку. Через месяц звонит и говорит, мир Божий. Я говорю, смеется, потому что он знает, что мы приветствуем друг друга мир Божий. Потом со слезами говорит, мир Божий. Я сегодня принял Иисуса Христа как личного спасителя. Братья и сестры, я ни день и ни два, а 15 лет молился о ней, чтобы Бог дали им пробуждение. У меня есть старшая сестра, которая, когда мама умерла, она ухаживала за нами. И она пришла у нас в церковь. Я говорю, Зина, ты не хочешь покаяться? Она говорит, нет, я не знаю ничего о Боге, она говорит. Я хочу подарить тебе Библию. Я подарил ей Библию. Она уехала, она живет в Италии, уехала домой. Много раз мы еще говорили с ней, но в один день я вспомнил. Говорю, слушай, Зина, ты еще читаешь Библию? Братья и сестры, к моему стыду и к нашему. Она говорит, слушай, Юра, я когда приехала с Молдавии, не было дня, чтобы я не читала Библию со слезами. Чтобы меня простил Господь, я не читаю Библию со слезами. У нее муж католик. Я не хочу, если кто-то есть здесь, не хочу унизить кого-то. Он пошел к священнику и говорит, священник, слушай, у меня есть родня верующий. Что ты скажешь о них? Знаете, что говорит священник? Слушай, мы католики отошли от Бога. Иди к верующим, потому что верующие идут на правильном пути. Он был в шоке. И в этом году моя сестра 17 лет молилась о ней. Вместе с мужем, держась за руку, входили и приняли оба крещения. Слава Господу, блядя и сестры. Если есть родные и близкие, о которых молишься, не унывай и не опускай руки. Бог наш, великий Бог. Библия говорит, что престол Божий есть небо и подножие ног его земля. Ты видишь, какому Богу ты служишь? Есть что-нибудь невозможное для Него? Нет. Две вещи он не может сделать Бог. Бог не меняется. И Бог никого никогда не обманывал. Аллилуйя ему. Поэтому верь в обетование Божие. Да благословит нас Господь. Слава Господу, блядя и сестры. Слава Господу, блядя и сестры. Слава Господу, блядя и сестры. Вот уж прожита жизнь, серебрятся виски. И стоишь ты в раздумье, что же в жизни ты видел. И морщины твои, беспощадны они. Говорят о тех днях, что в страдании прошли. А душа в твоем теле так тормится, страдает. Рвется, хочет домой, в ту небесную ввысь. Отпусти ты ее. Завтра вдруг опоздаешь. Дай свободу душе. И к отцу ты вернись. Дни проходят, летят. Жизни здесь, на земле. Так уходят они. Где-то вечно стеканут. А глаза лишь твои. Так уныло глядя. Нету радости в них. Сердце полно печали. А душа в твоем теле. Так томится, страдает. Рвется, хочет домой. В ту небесную ввысь. Отпусти ты ее. Завтра вдруг опоздаешь. Дай свободу душе. И к отцу ты вернись.